Доброе утро, ребят! На канал выложила свежее новое видео о комплексах. Проходите, смотрите, ссылочку оставлю. И еще, да, посмотрите, вроде бы распогодилась, пошла будить Кирюху и наводить красоту. Посмотрите, я вообще офигею от неба. Я дико боюсь высоты, но наблюдать за небом я очень сильно люблю. Такая интересная полоска, прикольно. Та-да-да-да-дам! Та-дам! Привет, это я. Доброе утро еще раз. Хотела вам показать свой домашний аутфит, если его так можно назвать. В общем, красотки. Хотела вам кое-что сказать. В фикс-прайсе продаются по 100 рублей вот такие вот чудные носки, они с добавлением ангоры. Не знаю, как вам, а мне очень сильно нравится. Я дома хожу вот так вот в платьишке, в таких вот гольфиках. Если бы они были чуть-чуть повыше, было бы вообще круто. Они нереально теплые. И я вот уже, наверное, с конца декабря, как я их купила, я их просто не снимаю. Ну, конечно, снимаю для того, чтобы постирать. А так я постоянно у них хожу, и тут у них еще такой, знаете, греческий рисунок. И я вообще дико от этого в восторге, блин. Ну, не знаю, мне очень сильно нравится. Все, я пошла в душ. Познаводить порядок на голове, на лице. И вообще как-то надо еще и позавтракать. Забабахала маску с витамином С и осталась дико довольна. Сейчас вам покажу, что за маска. У меня тут на фоне стирает машинка, потому что сегодня четверг, и у меня сегодня стиральный день оказался. Поэтому сорян, извините. И да, эта маска наносится всего лишь на 5 минут. Можно чуть побольше, можно чуть поменьше ее держать. Но она абсолютно комфортная. И мне она очень нравится, как с утра ее, когда с утра ее используешь. Она очень хорошо освежает и выравнивает цвет кожи. Ну, и к тому же еще немножечко осветляет постак. Но у меня, как вы видите, их предостаточно оказывается. Так что боремся всеми подручными средствами. Ушла из ванной, потому что там очень-очень шумно. Вот эту масочку я сейчас себе сделала. У нее большой процент витамина С. Ну, по крайней мере, мне это кажется. Это моя первая маска с витамином С покупная. На нее у меня есть подробный обзор в Инстаграм. И могу вам сказать от себя только одно. Мне она нравится. И с удовольствием тоже могу вам ее порекомендовать попробовать. Мне кажется, ее с витамином С, вот такие масочки, можно вообще круглогодично использовать. И не бояться. Главное, чтобы только у вас был крем с СПФ-защитой. Так что сейчас уже пойду ее смывать. И ее на год тут. После вскрытия срок годности. И это тоже очень даже здорово. То, что не нужно спешить ее использовать срок годности. Позволяет ее потихонечку использовать в любое время года. Еще, смотрите. Компания Тиана. Когда я делала заказ с интернет-магазина tianalab.ru, мне пришел заказ в три позиции. Я показывала в своем Инстаграм. И покажу здесь тоже, но чуть позже. Так вот, вы посмотрите, сколько они мне положили в коробочку пупорки. Я ее свернула. И ее здесь нереально много. Просто. Вот посмотрите, какая забота о клиентах. Теперь я знаю, что если мы соберем все-таки переезжать с этой квартиры, стекло, я знаю, во что упаковать. Ничего не побьется, не сломается. Может, еще что-нибудь заказать у Тиана, чтобы они мне эту пупорку прислали в таком же количестве. Но я им за это благодарна. Посмотрите, какие молодцы, да? Я долго стеснялась, но решила все-таки, наверное, об этом сообщить. Сказать, в общем, у меня есть ряд косметических продуктов, которые какие-то я однозначно уже пробовать использовать не буду. Какие-то я там по одному за тесту где-то сделана. В общем, к чему я это все говорю? У меня есть ряд косметики, которые я не буду пользоваться. И я думаю, что с ней делать. В общем, девчонки, если кому-то что-то здесь интересно, напишите мне в директ, в инстаграме, либо здесь в комментариях я с вами свяжусь, и мы с вами договоримся, как кому что доставить. Потому что серьезно, у меня есть продукты, которые, во-первых, это не дешевая косметика. Есть продукция, которая, вот видите, крем достаточно дорогой. Но у меня нет возможности во все это все использовать. Потому что просто не успеваю. У меня на тестировании еще один крем, который я сейчас во все пробую. А вот это я уже просто не успеваю все использовать. Поэтому если что-то кому-то нужно, пишите в комментариях. Чисто символически что-то, может быть, я с вас возьму. Потому что, еще раз повторюсь, я этим пользоваться не буду. Здесь в ближайшем окружении у меня родственников нет. Таких подруг у меня тоже нет, кому бы что-то я отдала. И я решила просто вот так вот сделать, выставить на аукцион продукцию, которой я уже просто не успею воспользоваться, а мне ее жалко на самом деле. Потому что вот здесь у меня просто буквально по несколько затестов. Я это все попробовала, я это поняла. Есть ряд вот этих всех продуктов. Они, в принципе, все достойные. Но вот этот шампунь Калаб я просто не пользуюсь. К примеру, с сухими шампунями, а он у меня налевый. Точнее, с одним затестом. Я его один раз воспользовалась, и я поняла, что это совсем не мое. И зачем мне его у себя держать, я не знаю. И не вижу смысла в этом просто. Масло Амлы. Чистое масло Амлы от бренда Ришей. Оно не дешевое, но оно мне тоже не подошло. Вот эти две черные маски-пленки, которые у меня сейчас есть. Здесь сделан один затест. Здесь несколько затестов сделано. Я просто пришла к такому выводу, что маски-пленки, ну тоже это совсем не мое. Может быть, какую-то из этих я себе оставлю, а одну я все-таки вставляю на аукцион. Тоник от Кадали. Я им просто не буду пользоваться, потому что у меня сейчас стоит два тоника, даже три тоника, которыми я сейчас пользуюсь. Но это просто, понимаете, уже будет смешно. Вот. Это средство от Тиана. Очень крутая вещь, но я просто не успеваю его использовать, поэтому решила его выставить тоже сюда. Это отличный крем с добавлением ретинола. Это отличный антиэйдж вариант для восстановления питания сухой кожи. Отличнейший крем, но я тоже его не успеваю использовать. И вот этот крем от бренда Миссанель, он тоже увлажняющий, питательный крем. У меня на них, кстати, на все эти кремушки есть обзоры. Проходите, смотрите в моем инстаграм, если интересно, по-моему, здесь в минутных видео у меня тоже они есть. Но просто я это все не успеваю использовать, поэтому кому что нужно, пишите, мы с вами договоримся. Вам это будет полезно и приятно, и мне это тоже будет полезно и приятно, а я буду потихонечку расхламляться. А мы еще гуляем. Я никак не могу загнать Кирюха. Ходим полуночники. Вообще никто не гуляет, кроме нас. Там еще мальчик с сестренкой гуляет, и мы все, больше никого, ни души на улице. Вот, представляете, а мы гуляем. Вы тоже любители погулять допоздна? Или мы одни такие тут, сумасшедшие родители, которые гуляют с ребенком до полуночи? Кирюха что-то стоит, не едет. Кирюх, ты что не едешь? Кто? Не будут они ехать, поехали. А вон девочка, которая гуляет. Ну что, готовим попец. Ножки, тело к лету. Я этим занимаюсь круглогодично, поэтому у меня нет никаких разделений по временам года ухода за собой. Но все же, так как у меня сейчас есть такая крутая просто щетка от Трише, девчонки, реально крутая щетка. Вот, когда она у вас появится, вы вообще забудете, в принципе, что такое скрабы. Потому что скрабы, это уже, знаете, такое баловство, как оказалось. Хотя у меня есть даже скраб от этого бренда. Ну так вот, я сейчас буду буквально, ну не знаю, минуток 5, наверное, в целом буду делать массажик данной щеткой. Она реально жесткая, реально. Вот просто она стирает, она так разгоняет круто кровь. Она делает хороший лимфодренажный такой массажик. В общем, хорошо подтягивает кожу. Я ее уже пользуюсь вовсю, уже, так скажем, ну, наверное, месяца два. Да, где-то так, два месяца я пользуюсь. Поэтому вот, пошла я сейчас себе забабахаю массажик, пока мне Кирюха дает. Сходим в душик и спать. Потому что я сегодня что-то подустала. И да, у меня сегодня была уборка такая достаточно серьезная. И хочу сказать то, что я не успела заснять сей процесс. И поэтому, сорян, но я устала. Так что сейчас буду делать массажик, принимать душ и спать. Так что всем спокойной ночи и сладких снов. До завтра.